Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника Алгебра 7 класс, автора Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 1225. По окружности, длина которой равна 100 метрам, движутся два тела. Они встречаются каждые 20 секунд, двигаясь в одном направлении. Если бы они двигались в противоположных направлениях, то встречались бы каждые 4 секунды. С какой скоростью они движутся? Мы не знаем скорость тел, пусть скорость первого тела х метров в секунду, а скорость второго тела у метров в секунду. И скорость первого тела будет больше, чем скорость второго тела. Теперь рассмотрим первое условие. Если у нас тела двигаются в одном направлении, поскольку они у нас встречаются, то зафиксируем их место встречи и рассмотрим их расстояние, которое они преодолевают до следующей встречи. Поскольку мы знаем, что они встречаются через 20 секунд, то тогда первое тело преодолеет расстояние. Скорость умножаем на время 20х метров, а второе тело 20у метров. Вы, надеюсь, бегали на стадионе и знаете, что те, кто бегают быстро, и если вы бежите не один круг, а несколько, то вы можете встретить те, кто бегут медленно. И путь, который вы преодолеваете до следующей с ними встречи, это будет весь круг плюс то расстояние, которое преодолел тот, кто бегает медленнее. Поэтому расстояние, которое преодолело первое тело, больше, чем расстояние второго тела на длину круга. А длина окружности у нас с вами 100 метров. Поэтому мы можем написать сравнение. У первого тела скорость больше, поэтому на длину окружности его расстояние больше. Тогда, двигаясь в одном направлении, запишем С1 больше С2 на 100 метров и запишем уравнение. Так мы с вами получаем первое уравнение. 20х минус 20у равно 100. Теперь, двигаясь в противоположных направлениях, мы зафиксировали с вами встречу. Следующая встреча. Какое расстояние преодолеют у нас с вами тела? Первое тело расстояние С1. Чтобы его получить, нам нужно скорость умножить на время. Это будет 4х метров. А второе тело за 4 секунды со скоростью Y метров в секунду преодолеет расстояние 4Y метров. И обратим внимание, что сумма этих расстояний будет равна длине окружности 100 метров. И опять мы с вами получим уравнение с двумя переменами. 4х плюс 4Y равно 100 метров. Запишем как. Чтобы найти решение, имея два уравнения с двумя переменами, нам нужно найти с вами решение системы уравнений. Итак, запишем. Имеем систему уравнений. И запишем ее. Первое уравнение 20х минус 20у равно 100. Второе уравнение 4х плюс 4Y равно 100. Разделим обе части первого уравнения на 20, а второго на 4. Так мы с вами упростим уравнение. Итак, 20х делим на 20 это х, 20Y делим на 20Y, 100 делим на 20 это 5. Второе уравнение 4х делим на 4х, 4Y на 4 это Y, и 20 делим на 4 это 25. Решим эту систему способом сложения. Коэффициенты перед Y у нас противоположные числа минус 1 и 1. Складываем х плюс х это 2х, минус у плюс у 0, 5 плюс 25, 30. Разделим обе части равенства на 2, получаем х равно 15. Итак, х равно 15. выразим во втором уравнении Y через х. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно от суммы вычесть известное слагаемое. От 25 вычитаем 15. И тогда х равен 15, а Y 10. Следовательно, вспоминаем, что мы с вами обозначали через X и Y. Это были скорости тел. Скорость первого тела 15 километров в час, метров в секунду, извините. А второго 10 метров в секунду. Все, можем записать ответ. 15 метров в секунду и 10 метров в секунду. Все, мы справились с вами с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.